Три, два, один. Привет! Они не договорились. Аньонка сэйо! У каждой команды уже есть проработанная схема ведения проекта. От выбора проекта до тренировок, костюмов, декораций и так далее. И мы решили приоткрыть вам дверь в этот процесс. Мы покажем его со стороны нашей команды на примере нас. Как у нас все это происходит. Приятного посмотра. Ну, будет, что мает. Наши тренировки 10 лет назад и сейчас очень сильно отличаются. Когда мы собирали команду, по большей части участники были без опыта. Без какого-либо танцевального опыта. И мы обучались ему самостоятельно. Те, кто уже посещал какие-то кружки, секции. То есть имел какую-то базу. Мы помогали друг другу вот таким образом. И в связи с тем, что опыта у нас было мало, на проекты у нас уходило достаточно много времени. Когда мы с Кариной собирали проект Boy and Love BTS. Мы специально набирали команду ради этого танца. И вот мы собрались. Так родились Roller Ramp. В общей сложности на этот танец у нас ушло 9 месяцев. Родился. Так уж случилось, что команда собралась полностью вся из перфекционистов. Никто не хотел выпускать свет грязненький и неотработанный мат. Поэтому каждую связку и каждое движение мы отрабатывали очень-очень долго. То есть, допустим, на одно движение, элементарно, не знаю, топнуть. Нам надо было... Ну, мы могли потратиться на эту тренировку. Для команды, которая только начинает свой путь к ковер-дэнсу, это есть хорошо, я бы сказала. Потому что ты только начинаешь танцевать. И чтобы твое тело тебя приняло. Чтобы тело к тебе привыкло, ты привык чувствовать свое тело на отработку, даже элементарно мотнуть головой. Допустили. Мне кажется, что это в целом хорошо для сплочения команды. Если вы только недавно собрались, у вас еще не было проектов, вам нужно понять, кто как двигается. Кто как работает, кто как воспринимает вообще информацию новую. Да, и для кого как комфортнее. То есть, если вы планируете продолжать свой путь вместе, вам нужно друг друга понимать и чувствовать. И когда почти каждое движение вы отрабатываете вместе довольно долгое время, вы начинаете понимать, привыкать друг к другу. И тогда вам станет проще друг с другом общаться и чувствовать. И вы все равно уже знаете, кто как запоминает, кто как танцует, двигается и может запомнить связку. Там уже вы решаете, насколько вы берете условно хорошо. Берем BTS Boy and Love, и вот у вас есть там дедлайны до какого-то там фестиваля. И вы уже думаете, что ага, вот к этому мы фестиваля не успеем, потому что... И вы уже знаете, кто что может, кто что не может. И вы берете там другой фестиваль, как мы сделали с BTS. И мы настолько преисполнились после нашего первого выступления, что решили продолжать работать в том же духе. То есть мы брали проект, отрабатывали его очень долго и нудно. Но помимо этого мы очень сильно любили оформлять танец полностью. То есть костюмы, декорации, оформления, чтобы от и до все выглядело чудно. Поэтому на подготовку одного номера уходило еще больше времени. Так как мы были еще начинающими ребятами, мы старались вывозить танцы на синхроне и на одинаковости движениях. Да, нам, возможно, не хватало техны, но из-за того, что мы выглядели синхронно, движения отработаны одинаково. Повторяем, я найду вопрос. Синхронно и все выглядело одинаково. Из-за этого танец выглядел уже красиво. Горжусь. Нет. Все, шучу, горжусь. И хотя за 10 лет ковердэнса мы были довольны всего лишь парочкой своих выступлений, но... Не, я люблю каждый наш танец. Кроме Джо Франк, где я мало жила. Ура, самокритика! Сейчас у нас довольно маленький состав в команде, но мы познакомились с очень классными ребятами и частенько зовем к нам в проекты. Например, Royal Hunters, с которыми у нас постоянный коннект. Мы к ним ходим, они к нам ходят. Вот. И танцы мы выбираем по-разному. Бывает, кто-то скидывает просто свою хотелку, и мы уже обсуждаем. Хотим, можем. Надо нам это или нет. Можем ли мы это сделать? Что у нас по срокам? Куда мы будем подавать? Либо это будет паблик, хотя паблик ему не очень надо. Но неважно. Вот. И это все обсуждается. Возможно, какая-то есть общая хотелка. Например, наш крайний проект – это Bank и BlockBee. И мы решили, что надо ставить. Все продумали, просчитали, и решили, что Macon – это самый хороший вариант. Идеальное место, куда можно идти поддонуть. Да. Вот. И бывает так, что мы хотим проект, например, вот, команда «И нам нужны люди». Да? На протяжении всех лет они им всегда нужны. Да. Всегда нужны люди, поэтому мы начинаем думать, кого можно позвать, кто сможет, откуда вытянуть человечка. Вот. И мы начинаем писать. И опять я говорю, много вот. Паразиты, но неважно. Давай вместо маты их запекем. Реально. Уже пофиг на маты. Паразиты как будто противник. Это правда. Либо мы можем выбрать проект на какой-то определенный фестиваль. Когда мы понимаем, например, на Кейстар, нужно подать что-то масштабное, что-то красивое и что-то… Интересно. Чтобы цена была полностью заполнена, и зритель такой смотрел «Опа!» Да. Это круто. Да. Либо вот мы выбрали блокби на пачечку, мы понимали, что там места мало, например, и что это такое более веселое что-то нужно, расслабленное, поэтому блокби было… Идеально для пачечки. Да. Идеальным вариантом и идеальным решением. Бывает так, что мы танец не все можем хотеть, но мы понимаем, что это будет действительно круче смотреться, и этот вариант будет… Мы его осилим, мы его сделаем хорошо, и это будет хорошо смотреться со сцены, поэтому большинство, по сути, решает, что этот проект нужен. К сожалению, не всегда это такое… Да, что все хотят сразу проект какой-то, номер, но что поделать? Мы… Человек – это такой ресурс. Да. Что мы идем на такие меры. Немножко про наши тренировки, про выставление расписания и так далее. Сейчас наш состав – это рабочие ребята в основном. Работяги. 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 Как ни странно, да, у нас всегда забиты именно в будни, и чаще всего это как раз ночные. Ну, мне кажется, это у нас, знаешь как, что мы в будни более, типа, активизированы. А, выходные откисают. Да, чтобы выходные откиснуть, мы их максимально стараемся не задействовать. Вот. Но выходные все равно залы забиты побольше, это впихнуться – это вообще не впихнуть. Да, да. Поэтому чаще всего это будет. Да. Ну, мне кажется, мы уже как-то действительно привыкли к этому. Да. Там проще. Это и есть окей. Проще. Оставляем. Да. Не могу сказать, что когда мы только начинали, ночных залов не было. И нам очень хотелось тренироваться именно ночью, потому что это свободное время, это вот можно же столько всего сделать. Да, да, да. Сейчас. Когда ещё можно было пропустить первую пару? На следующий день. Ещё не пойти в универ. Или так. Сейчас мы... Есть возможность снять ночные, но так тяжело. Нет возможности встать с утра. Ты идёшь, потому что денежка зарабатывается. По поводу выставления расписания, день мы подбираем под всех. Сейчас я украла идею у Веронички, и составляю табличку в Excel, где каждый просто заполняет свои свободные часы, когда он может прийти, и я уже ищу промежуточек, где можно втиснуться, чтобы забрать всех. Да. Знаете, это тяжело. Это очень тяжело. Должен ли быть мем? Никто не видел, как ты боролся с Excel-ерской таблицей. Реально. Вы все? Бинго! Подождаю вас первые советы тренировок. Даже дело не в Excel конкретно, а в том, что мы все работаем, и у всех разные графики. Кто-то может 2-2 работать, кто-то вот 5 дней, как мы, кто-то работает по ночам, кто-то с 4 вечера до часу ночи, и мы уже такие, когда всем нам собраться? Это буквально Бен, как мы собирали там Яся с Дашей, и вообще не состыковывались. Вообще. Они как будто небо и земля. Нам приходится действительно все это совмещать, перемещать, и вот что-то вот как-то где-то идти кому-то на уступки. Не всегда мы собирались полным составом, и это тоже неплохо, то есть мы просто делили тренировки, когда на ком-то одном, например, делали упор, кто пришёл, а на следующие тренировки на том, кто отсутствовал. Также я знаю, что сейчас у некоторых команд есть фиксированные тренировки, и я, если честно, немножко завидую. Очень хочется так же. Но я думаю, у нас будет невозможно это. Нет, это невозможно, когда ты работаешь, и особенно если это большой проект, и все работают. Да, то, что у нас ещё мы очень много людей зовём с других команд, соответственно, это у них свои тренировки, работы и так далее, поэтому у нас, наверное, уже никогда такого не будет. Но на НОУ, в том же BTS-овском у нас, была, по-моему, одна фиксированная тренировка. А, да. Ну, мы там иногда там что-то двигали, но, тем не менее, она была, но это было что-то тоже из разряда фантастики. Но, тем не менее. Сама тренировка у нас начинается с разминки. В идеале. Иногда мы её пропускаем, но, ребят, лучше разминку не пропускать. Хоть, как мы уже сказали, минут 15-20 нужно дать телу разогреться. Этого не говорили. Это не записалось. А, не записалось. Блядь. Да, блядь. Так, ладно. Начинается тренировка с разминки. Небольшая, хотя бы минут 15-20, вы должны дать телу разогреться, привыкнуть, что вы сидите там не на работе, не лежите на диване, чтобы... Почему бы я не отказалась? Чтобы тело разогрелось и подготовилось к тренировке. После того, как мы заканчиваем разминку, мы начинаем отработку либо с того, на чём мы закончили в прошлый раз, либо отрабатываем то, что выглядит прям совсем грязно. И это, по большей части, когда уже финал, когда танец уже весь закончен, отработан, и вот мы уже там выборочно выбираем, что уже выглядит не ок. А как мы начинаем проект? А как мы начинаем? А, типа, кто разбирает танец? Ну да, то, что... А, ну да, всегда, когда мы выбрали танец, у нас всегда был один человек, который отвечает за разбор. Основные постановщики у нас это Вика, Макна, Карина, и вот сейчас уже Валя. И при этом, когда мы только начинаем проект, после разминки у нас начинается именно изучение хореографии. То есть сейчас это Валя, она показывает нам движение, и зависит от проекта, но у нас по времени по-разному уходит. Иногда мы можем за одну тренировку весь танец пройтись по движениям, вот, и потом уже начать отрабатывать. Иногда бывает так, что мы за одну тренировку можем получить вайлл. Ну, условно там первый куплет, припев, и вот это все закрепляем. Все остальное уже на следующий тренировку. Как проходит отработка? Мы сначала все протанцовываем, ну, возьмем связку. Мы протанцовываем ее все вместе, а потом мы уже отрабатываем по два, по одному человеку, а, собственно, самый главный из тановщиков, он отсматривает и тому уже указывает на какие-либо ошибки. Чтобы понять, кто где допускает какие-либо ошибки, мы сначала все это проговариваем, приседаем мы вот так, рука у нас в 45 градусов, голова мы, голову мы там без замаха, с замахом делаем, ну, в таком, в таком роде мы это все проговариваем и перед человеком мы это все перетанцовываем, как клоуны. Отсматриваем друг друга по очереди, если кто-то где-то что-то замечает, обязательно об этом указываем, не ругаемся, мы просто говорим. Здесь надо сделать так. Ты глотаешь, говоришь, ладно, не проделаешь. Нет, это не пассивная, конечно. Нет, правда, мы без каких-либо упреков мы просто говорим, что здесь вот сделать лучше так, а не надо вот так. Все, берешь и исправляешь. Еще, кстати, я поняла вот за все время в Коверденсе, в основном в Ройл Рамбл, я поняла, что у меня изменилось немножко отношение к отработке. Раньше, вот первое время, я могла принять это как просто прикапывание к моим движениям, а сейчас у меня больше опыт появилось, накопилось. Я понимаю, что со стороны это действительно выглядит по-другому, то есть вы можете чувствовать, что вы не сделали ошибку, но потом, ну, когда вы уже смотрите, вы понимаете, что с этой стороны вы, ну, видно эту ошибку, и это помогло мне, кстати, именно съемка видео, что вот когда меня засняли, мне сказали, что вот у меня вот здесь ошибка, а я ее не почувствовала, я посмотрела по видосу, такая, блин, я реально ее сделала. То есть все равно отличается от того, что ты видишь в зеркале и то, что ты смотришь на камере. Да, отработка очень важна и она очень полезна. И тоже полезно фиксировать это на камеру и уже там отсматривать, кто... Особенно, когда вы вместе уже танцуете, именно нужно снимать видосы, потому что один человек, конечно, постановщик включения танца может смотреть в зеркало, но он все сразу не может. Все сразу он не увидит, да. Поэтому такой мини-совет, снимайте видосы. Тут мы не изменяем себе прошлое, мы стараемся доводить танец до полного синхрона и одинаковости. Да, техника в танце важна, но когда ее нет, вы поздишь, чем можешь. Ну нет, кроме шуток, когда у вас в целом картинка синхронная и одинакова, это выглядит очень выигрышно и достойно. Поэтому мы оставили ставку на это. Мне кажется, что это тоже такой советик новым командам. Если у вас нет техны, но вы хотите танцевать и при этом выглядеть хорошо, делайте ставку именно на синхрон в начале пути, но в процессе также поднимайте свою техну, и тогда у вас уже вам будет дальше проще. А сейчас лучше поставить именно на синхроне акцент. Акцент. Акцент лучше поставить на синхроне, потому что я заметила, что приходишь на фестиваль, смотришь новичков, есть такая тенденция, что видно, что ребята еще не сработаны, не станцованы, и кто-то может выделяться тем, что хорошо танцуют, а кто-то выделяется тем, что плохо танцуют, и этот разнобой, он выглядит ну не очень хорошо, будем честны, вот, и лучше сделать действительно картинку целостной, синхронной и одинаковой, чтобы не будет вам счастье, чтобы это выглядело красиво. Закрепляем. На начальном этапе мы делаем акцент на синхрон, на одинаковость, а дальше уже вы заметите, как все само поплывет, там и техна появится, особенно очень классно, я сама вот грешила этим, я не ходила на какие-то мастер-классы, к ребяткам, к другим в проекты, ну, к Хантерам я первый раз по-моему сходила, и к нам ребятки по большей части приходили, и я уже от них чего-то набиралась, все равно они по-своему ведут свои работы, свои процессы. в данный момент, мы уже научены опытом, мы ставим в приоритете наше физическое и моральное здоровье, и не гонимся за чем-то эфемерным, в плане, не знаю, популярности, и так далее. Мы сейчас получаем кайф от процесса постановки проекта, и для нас уже не так важно, что мы в итоге получим. Это, конечно, приятно, хочется, ну, естественно, хочется получить отклика, отклика и понять, что... Возьмограждение за твои старания. Да-да-да. Но, на самом деле, это не так уж и важно. Если ты уже получил удовольствие от самого процесса, супер, отпуская эту ситуацию, такой, да, я это сделал. Да-да-да. Я так на наш бенк поделил. Да-да-да, кстати. Есть. Барабаны из картона. Кстати, только не выпустили видос, как мы это все делаем. Я бы думала, сейчас актуально это же? Ну, чё ж это мне кажется, да. Да, мы решили, что, ну, так как мы наслаждаемся процессом, мы больше не изнуряем себя на тренировках. То есть, мы даем себе время отдохнуть, когда понимаем, что уже все, нет. Вот 10 раз я станцевала эту связку перед постановщиком и такой, честно говоря, что все, я устала и садишься, и идет следующий. То есть, нет такого, что, ну, вот я помню, на Виолетте так было, для меня это был первый такой опыт, когда я пока не отработала и пока не станцевала сколько там, три или пять раз правильно, подряд, подряд, я должна была пять раз подряд станцевать правильно связку. Если не сделала этого, ты не садишься. Вот еще штука в том, что когда ты несколько раз подряд танцуешь одно и то же, глаз замыливается и, собственно, тело, ну, это, по крайней мере, на моем примере, что если я несколько раз подряд одно и то же станцую, у меня это все смешивается, я уже не понимаю, правильно, неправильно, исправила что-то или нет. Просто говоришь, сейчас я переварю, посижу, пока вот кто-то другой танцует, а потом уже с новыми силами, с новыми мыслями встаешь с первого раза, выдаешь базу. Ну, кстати, да, это нужно переварить, мозг должен информацию принять, осознать и потом уже воспроизвести уже телом. Да, уже телом, то есть это тоже должна быть связь. Я, кстати, вот не знаю, до сих пор у меня эта ошибка, я мозгом понимаю, а телом не могу сделать, да. Тело не переварилось, ой, мозг не переварил. То есть вот этот процесс, это тоже нужно, я думаю, это надо дома отрабатывать, я этим не грешу. Честно признаюсь. У меня ещё такая штука есть, что я дома отрабатываю перед зеркалом, когда там, ну, есть, бывает, минуточку, я перед зеркалом делаю не в полную силу, чтобы просто видеть, что я делаю, просто схематично, типа, вот, допустим, где-то здесь у меня была ошибка, я её несколько раз поделаю, но у меня проблема, что в мозгу я это воспроизвести не могу. Я вот не могу в голове просто сидеть, задуматься, я не станцую эту связку. Я просто, что? А вот когда встаёт, особенно это страшно перед, там, за день до выступления. Ты такой, я забыл танец. Да-да-да. Всё, я не выступаю. Всё. Нет, просто включаешь мозгу, но вот у меня тело больше быстрее запоминает, чем вот. Я вот этим не пользуюсь особо. А у меня наоборот, то есть, мозг понимает, осознаёт, выдаёт все картинки, я могу протанцевать танец в голове, например, я частенько так, я еду в маршрутке и вспоминаю танец, когда музыка включается, я типа танцую в голове. Вот. Но потом с телом у меня проблемы. То есть, даже если я там отработаю это движение, я, например, не смогу его, типа, ну там, отдельно, например. Вот у меня ещё вот музыка, кусочек музыки включится, как айдол, я им включаю, они такие, это второй куплет, там, вот это с этого движения, там, вот так вот. Я не понимаю, мне включат в любой момент, я не пойму, что это. Я, может, что-то потом допру. Понятно. В следующий раз я с Гузей играю в эту игру. Так как мы даём себе передохнуть на тренировках, считаем, что это эффективнее для нас, думаю, для нашего возраста, но и в целом. Бабки. Так и есть. Ладно, ты нахожу так и есть. В коверденсе у тебя ещё бабки. Уже. Когда в подружке ищут до 18 лет, и ты так, блин. Уважаемая подслужка, те, кто ищет людей, в коверденсе есть 29-летние тётки. В зрениях тоже танцевать, что ли. Вообще, это прикалывает, что, типа, вот там, 13 плюс. Я такая, а ничего, что 13 плюс? 13. Нормально? Окей. Блин. Либо плакать, либо смешать. Да ладно, ничего. Молодец уже пока. Тогда молодеет, мы стареем. Что теперь поделать? На тренировках мы теперь отдыхаем. Это очень эффективно. Да. И мы не всегда просто сидим и там ни о чём болтаем. Чаще всего мы придумываем что-то для номера, обсуждаем костюмы, обсуждаем реквизит, что-то, какие-то прикольчики, возможно, возможно, там, интро, что-то ещё такое. Либо обговариваем, когда ставим тренировку. Да, либо тренировки, я поговорю. Нет фиксированных тренировок. Мы пока все сидят вот здесь и могут тотчас ответить. Так, всё, девочка, решаем тренировку и ставим тренировки. Бывает и такое, что мы просто сидим молча. Удубляем кто-то. Да. Чаще всего, мне кажется, это прямо уже перед фестами, после заявки, когда мы уже такие, ну всё, ну мы просто уже отрабатываем одно и то же. На самом деле, перед непосредственно перед самим выступлением, вот крайняя тренировка перед выступлением, нужно себе дать просто отпустить ситуацию, типа, вы уже всё знаете, вы уже всё выучили, отработали. Сейчас просто закрепляете и не обязательно мучить себя, вот прям вот. Не знаю, у меня, конечно, такого не было, но знаю случаи, может где-то тоже в каких-то рандомных подслужках других коверницах. Считала, что там и на тренировках последних там и эти травмы получали, ногу подворачивали, танец забывали, ну короче, всё возможно. То есть отпускаем ситуацию, завтра выступим, и будет классно. Это, пожалуй, единственное, что мы позволили изменить в самом процессе создания наших проектов, это давать себя отдохнуть. в целом ничего не изменилось, мы также отрабатываем одинаковость, синхронность, ну и со временем мы уже начали добавлять технику. Всё равно раскачались реветки, могут себе позволить. Это да. Вот, и продолжаем работать так, как работали ранее. Вот так примерно проходят наши тренировки. Спасибо, что посмотрели, что были с нами сегодня. Надеемся, что вам было интересно, что звук стал лучше. Он чуть-чуть. Возможно, чуть-чуть он действительно стал лучше. У нас какие-то фурсы. Так как мы посмотрели, прочитали все ваши отзывы и учли всё это. Вот. Будем ждать ваших комментариев. Также у нас в телеграм-канале можете написать в наш анонимный чат-бот. У нас будет ссылочка. Вот здесь ссылочка. Ещё будет в описании обязательно. И также в комментариях под этим постом можете накидать свои истории ваших тренировок. Будет интересно это всё почитать. Может, мы себе что-то возьмём. И также мы готовы прийти к вам на тренировочку и рассказать про вашу тренировочку здесь и сейчас. Если вы готовы пустить нас к вам с камерами, с микрофонами, то мы только с удовольствием обязательно пишите нам. Пишите код. Можете в комментариях написать. Можете просто в личку пишите. Мы только за. Мы вообще хотелось бы про это ещё больше рассказывать, так как есть ребятки, которые в целом особенно новенькие. Потому что в подслужке вижу, что много кто не знает как ведутся тренировки, как это всё происходит у других команд, они спрашивают. И мы подумали, а почему бы действительно не показать всю внутрянку, так как это... Ну и в целом это интересно и для тех, кто не танцует КД, возможно, может, это как раз таки его и привлечёт. Да, то есть может люди наоборот такие, о, это типа выглядит прикольно, что можно вот так прийти и потанцевать, что это не просто какие-то приколдессы танцы для ТикТока, а действительно серьёзные мероприятия. Как я пришла в КД, я научилась шить, работать с деревом, с железом, драться с картоном. До скорых встреч! До скорых встреч, ребята! Ты сейчас так жёстко выдала свою посту. Всё, пока! Саран, саранхэ, саранхринё! Всё, всем пока! Аааа, это мои колени! Моё пояски! Бабки! Бабки!